Время – вперёд! 16 декабря 1702 года Пётр I подписал указ об учреждении первой русской печатной газеты «Ведомости». В математической и штурманской школе больше 300 человек учатся и добре науку приемлют. На Москве ноября с 24 числа по 24 декабря родилось мужеского и женского полу 386 человек. Такие новости могли прочитать покупатели первого номера первой российской печатной газеты «Ведомости». На самом деле первая СМИ в России родилась не на пустом месте. Ещё при дворе царя Михаила в 1621 году для узкого круга выходила рукописная газета «Куранты». Сейчас бы такую назвали «Стенгазета». В основном она заполнялась тем, что печатали заморские печатные листы. Именно поэтому, кстати, царь Пётр, когда задумывал первый серьёзный печатный орган, называл его не газетой, а «Курантами». Из указа об основании ведомости по ведомостям о военных и всяких делах, которые надлежат для объявления московского и окрестного государства людям, печатать «Куранты». И даже редакторов государь называл диковинным словом «Курантельщиками». Одно время Пётр был очень увлечён затеей. Ведомости щедро печатали в одной тысяче экземпляров. Царь был главным «Курантельщиком». Он лично написал заметку о разгроме шведов под Полтавой. А первым русским репортажем можно считать 22-страничное описание празднования в Петербурге Дня Петра и Павла. 16 декабря 1723 года император Пётр I дал указание начать экспедицию на Мадагаскар. В путь были отправлены два фрегата, но вскоре они вернулись, потому что оказались в плохом состоянии. 16 декабря 1868 года вышло в свет первое издание романа «Война и мир» Толстого. Два самых своих знаменитых романа «Война и мир» Иоанна Каренина Лев Толстой откровенно не любил, считая проходными. Однажды написал «Как я счастлив, что писать дребеденье многословное вроде войны я больше никогда не стану». Но как бы то ни было, многословный роман с более чем 500 персонажами о войне 1812 года стал знаковым для всей русской культуры и визитной карточкой нашей литературы за рубежом. Работу над «Войной и миром» граф начал даже раньше, чем издал свое первое произведение «Повесть детства». В 1852 году он изучал книги Михайловского-Данилевского о войне с Наполеоном. И у него сложилось устойчивое мнение. Есть мало эпох в истории, столь поучительных, как это, и столь мало обсужденных. Семь-восемь раз роман переписывался. Причем делала это героическая супруга графа. Сам он упал с лошади, сломал правую руку, поэтому жена Софьи Андреевна была его правой рукой. Наконец, выход книги произвел фурор. Как писал один из современников, успех романа Толстого действительно необыкновенный. Здесь все читают его, и не только просто читают, но приходят в восторг. 16 декабря 1877 года впервые в мире лейтенант Степан Макаров атаковал турецкие боевые корабли, использовав самодвижущиеся мины-торпеды. Одним из главных итогов Крымской войны, которая окончилась в 1856 году, стало лишение России военного флота на Черном море. Некогда блистательный Черноморский флот, видевший Ушакова и Нахимова, свелся к нескольким невзрачным катерам. Когда 20 лет спустя Россия и Турция снова вступили в войну, нужно было как-то выкручиваться. За год до описываемых событий молодой морской офицер Степан Макаров получил под свое командование пароход Великий Князь Константин. Он придумал переоборудовать его под новый класс кораблей. Минный транспорт. Идея была такая. К пароходу цеплялась пара катеров, вооруженных пока диковинными самодвижущимися минами, торпедами. В сцепке они подходили к вражеской флотилии, катера отделялись, атаковали, возвращались. В декабре 1877 года была совершена первая попытка. Но торпеды прошли мимо турецких судов. Спустя месяц повторение. И удачное. Макаров докладывал. Катера приблизились, не будучи замеченным. Пустили одновременно свои самодвижущиеся мины. Мина зацаренного ударила у грот мачты, а мина щешинского немного правее. Пароход лег на правую сторону и быстро пошел на дно. Это был первый случай торпедирования корабля в истории. Макаров же вскоре станет адмиралом, прославится как изобретатель и флотоводец. Таким был этот день 16 декабря. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok